Играет музыка 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 наши ребята молодцы брау брау какие слаженные команды старший сержант александр тимьянов саша ну что ж вся надежда тебя и на твоих парней дорогие друзья через несколько мгновений поднимутся три мишени красного цвета это три мишени для нашей команды 1600 1700 и 1800 метров кстати друзья мои командир танка совсем молодой еще парень кошку синий танк команды республики сербии вперед первый выстрел команды российской федерации есть папа тани это время стартует команда республики сербии отправляется на первый участок участок маневрирования да за каждый скид и заделку за дикий столбик будет команда отправлена предудительно на площадку штрафного времени потратить время а пока вторая мишень красного цвета для команды российской федерации ну что что значит побыстрее побыстрее нужно действовать хотя может не потерпеть и так выстрел есть попадание если третий выстрел команды россии оператор илья ишимов наш наводчик сержант илья 95 года рождения тоже 20 молодого молодого но уже действительно сильнейшему танкисту нашей страны жене и дочери научиться оператора илья ишимова александра и дочь женичка я уверен что сейчас ползутся движутся буквально через несколько мгновений появится мишени для сербов три мишени 1600 1700 1800 метров вновь мишени имитируют бронеобъекты это наше вы посмотрите что что творит механик-водитель нашей страны это просто невероятно какая скорость такие вражи но синий выходит на рубеж огне норвежский день нашим ребятам мы аплодируем экипаж из российской федерации друзья мои ну что ж пока пока неплохая стрелка не будем загадывать еще немного времени еще два круга и сейчас внимание преодолевает колени мозг нельзя свалиться не было сваливания белый флаг вперед вперед механик-водитель Игорь в это время друзья мои сербия продолжает свое движение по трассе а мишень номер 12 выходит это команда республики итак есть два попадания у команды республики киргизия все же первого попадания не было и друзья команды киргизии получают один штрафный круг в это время команда российской федерации на втором участке выполнение одной задачи по поражению мишени номер 25 уже загрузила боеприпасы и вот мишень красного цвета ну что сейчас будет боевая стрельба в исполнении командира танка это старший сержант Александр Тимьянов ну что Саша нужно попадание все собирания в сердце друзья мои смотрим на мишень смотрим на мишень и конечно же ждем все потому что мишень будет красная цель я слышно откладывает но все могут быть такие нерсы я об этом говорил ранее но безусловно все судьи отправляются для осмотр решений и было попадание это был Александр Тимьянов командир танка старший сержант браво Саша браво Саша эти аппетитменты звучат специально для тебя, Александр Тимьянов, это командир нашего танка, нашей страны. Коллегия проносится мимо трибун танка республики Сербия, наш лейтенант Владин Игич, а в это время команда Российской Федерации Санкт-Петербург, и здорово справляется с этой задачей. Да, в принципе, для нашего механика-водителя это совсем не задача. Это так маленькая, маленькая, потому что проходит эту дистанцию на одном дыхании фактически за полторы секунды. Итак, мы с вами видим на экранах. Дома Марта Старта, в то время себя проходит и продолжается движение танка Российской Федерации, танка республики Киргизия. Посмотрите, след, след идет наши танкисты, наш экипаж, и я думаю, сейчас даже будет и опережение. Давайте, ребята, поднажать, немножко поднажать, работать, работать, выкладываться. Есть. Опережает он. Вы посмотрите, что делает имя шиле, имя камер-водитель. Это имя шиле. Безусловно, это тот человек, который заслуживает всех оваций, аплесментов, которые уже сейчас встречают со всех приборов. Да, что это уже не будет. Я уверен, что все-все-все смотрят приборы. Друзья, в этом профессии тоже руководит на себя. Дома команда Российской Федерации. И вот, ребята, сейчас Киргизия. Итак, что сказать, синий танк республики Сервия должен будет отправиться на штрафную площадку. Было нарушение порядка преодоления Миккиаски. Колейный мост. Не было нарушения. Ровно, четко. Вы знаете, это просто такое ощущение, что едут не на гусеницах, а действительно на каком-то вездеходе с резиденными колесами. Просто такое гладкое движение. Так ровно и четко едет наш трак. Это, конечно же, заслуга тренерской команды. Безусловно, конечно, заслуга нашего механика, водителя. И еще раз напомню, наши тренера, полковник Сергей Нардымов и полковник Рощенко Алексея. Это те люди, которые тоже услышали по несмету, потому что эти ребята действительно живут с командой. Живут командой. И фактически это их отцы. И Косогор сейчас на экранах, друзья. Придолевает Косогор команда Российской Федерации. И, конечно, замечательно. Это был второй Косогор, друзья. Ну что ж, остается нашей команде буквально совсем, совсем чуть-чуть отстрелять успешно по ручному командовому командам. Ну что ж, удачи желаем удачи вам, поэтому просто пожелаем нашим ребятам, чтобы все было хорошо, да нет, зачем хорошо. Отлично, пусть все будет отлично. Итак, вы посмотрите на слаженные действия нашей команды. Просто за буквально одну секунду выскакивает из танка. Строится сзади танка согласно положению именно этого необходимо сделать. В теме, что нужно... ...испаренного пулемета ПКТ, калибр пулемета 7,62 мм. И именно из этого пулемета сейчас команды танка будут поражать мишень номер 9. Это мишень, вручная поглоталька, который находится на расстоянии 800 метров. Вы представьте, с ним 800 метров. Это ничего не видно за 800 метров. А тут нужно еще и стрелять, еще и попадать куда-то. Итак, внимание, собирание в сердце. Посмотрим на действия нашего командира танка. Именно он сейчас, именно от него зависит результативность стрибы. Это Александр Тимьянов. 22 года. Южно-Сахалинский проходит службу. Девчонки! Саня Тимьянов холостой. Есть! Попадание! Очередь начинает выстраиваться уже сейчас. Итак, продолжает движение наша команда. Теперь прямолинейный участок. Буквально километр 200, где-то километр. Хороший результат. Ну что, еще раз я не хотел бы поговорить о Саше. Саше Тимьянове. Саня увлекается плаванием, прыжками в воду. Вы видели, как прыгает Саша на танке в воду, друзья мои? Вот именно такими прыжками в воду он и увлекается. Итак, РБ получает штрафной округ. А вот и Российская Федерация. А вот и наши парни. Вы посмотрите, они просто... Браво! Итак, продолжает свое движение. Так, Российская Федерация, пока не ходите, демонстрирует невозможное. Итак, подходит к Укроту. Да, там команда российская. Раз, и вот то самое увлечение прыжками в воду. Ооо, и есть красиво, входит, и главное в пути, главное в пути. И выходит, входит, и выходит, потому что это наша команда. Это еще не согласно танк, который выходит, танк, который плавает, летает. Да, кстати, эти танки еще летают, где мы не стреляемся, смотрите. Итак, ну что ж, мы посмотрим на... Попаданий не было. Друзья мои, попаданий, к сожалению, всей Киргизии не было. А это танк Российской Федерации. Друзья мои, он выходит на финишную прямую. Громче, алонисменты. Ну чего вы молчите, трибуны. Громче, громче, громче. Это наши парни. Итак, подходит к Абукатану Мургу. Они просто его перешагивают. Вы посмотрите, друзья, просто одним большим шагом тяги Степы. Еще немножко вперед. Финишная прямая. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один и... Кирик! Есть! 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 Это было что-то невероятное. Александр Тимьянов, Илья Ишимов, Игорь Шиленко. Это герои сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!